Привет, друзья! И сегодня возвращение старой рубрики. Суть выпусков этой рубрики в том, что они посвящены какому-то герою. Я выделяю 5 пунктов и по ним веду рассказ о персонаже. Пункты следующие. Зачем нужен герой? Кого боится и любит в команде противника герой? Примерный геймплей героя? Item build и skill build. В этой рубрике я разобрал уже вот этих героев, всё это есть на моём канале. В своё время отказался от таких видео, потому что они были слишком узкоспециализированы и были далеко не всем интересны. Но сегодня я попробую дать рубрике второй шанс и посмотрим, что получится. Герои для выпусков раньше выбирались путём голосования. Сейчас же я сам буду брать всяких метовых персонажей, которых чаще всего пикают. И сегодня я выбрал джиггернаута, наверное, самый метовый керри. Его пикреет на дивайн рейтинге 35%, это каждая третья игра. На рейтингах пониже джиггера пикают ещё чаще. Обязательно оставляйте своё мнение о рубрике в лайках, дизлайках и комментариях. Возможно, именно ваш хороший коммент убедит меня записывать ещё нечто подобное. А сейчас небольшая рекомендация и мы начинаем. Сегодня я хочу вам показать одну очень крутую штуку. Смотрите. Эту красоту мне прислали с HyperX, и я с удовольствием могу порекомендовать её вам. Это клавиатура Alloy Core RGB, ну или RGB. Во-первых, она имеет просто офигенную подсветку с кучей режимов. Ну вот, например, один из моих любимых, радужный. Во-вторых, это не механическая, а мембранная клавиатура. И да, я говорю об этом как о плюсе, а не о минусе, потому что из-за этого она ну очень тихая. Можно смело играть ночью или с друзьями в дискорде. Вряд ли кто-то будет жаловаться на шум. В-третьих... Да, это та самая клавиатура с рекламой, которая выдерживает 200 мл жидкости, а это немало я вам скажу. В общем, тут HyperX не наврали, молодцы. И в-четвёртых, тут ещё есть несколько мелких функций, как, например, игровой режим, в котором блокируются клавиши Windows, возможность полностью сблокировать клавиатуру кнопкой, ну и управление мультимедиа. В общем, поверьте, это более чем правдная покупка. Ссылку на клавиатуру я оставлю в описании. А сейчас возвращаемся к ролику. Часть первая. Зачем нужен Джиггернаут? У каждого героя есть какая-то особенная черта. Антимаг отлично фармит и сплитит. Воид, наверное, единственный керри с нормальным контролем. Но, к примеру, Найкс отличный герой против магии и всяких станов. Что касается Джиггернаута, то тут довольно уникальный случай. Главная сила Джаггера в универсальности. У этого героя есть всего понемножку. Крутилка обеспечивает хороший лайнинг, вард помогает при пуши и тимфайтах, криты дают какой-никой лейт потенциал. Выходит, Джаггер полезен почти во всех сценариях. Он универсален. Но вы скажете, погоди-ка, ещё же есть ультимейт. Да, ультимейт. Пожалуй, единственная уникальная механика Джаггера. Давайте разберёмся, что она ему даёт. 5 секунд вы наносите урон, при этом не находясь на поле боя. Ни один керри больше так не может. Чтобы бить, надо драться. А значит, нужно подставлять себя под урон, контроль и прочие противные скиллы противника. Джаггер же почти весь тимфайт может это игнорировать и быть неуязвимым. И с керри может только Сларк похвастаться нечто подобным, и то в худшей степени. Против чего же помогает ультимейт Джаггера? Да, против всего. И против кого-нибудь Блокхола, и против керри, с которым нельзя драться один на один, как, например, против Хаус Найта. Да и просто против любого опасного скилла. Выходит, единственная уникальная способность Джаггернаута универсальна, и будет полезна почти всегда, как и прочие его скиллы. До патча 7.20 я бы сказал, что Джаггер раскрывается на максимум в агрессивных стратегиях, ведь у него была сильная ульта на ранней стадии, встроенная БКБ для пуша и вард. Со временем Джаггер проигрывал другим керри по ДПСу, и затягивать в лейт не хотелось. Сейчас же всё не совсем так. Ульту переработали, и на ранней стадии она стала послабее. Зато к лейту можно Джаггера считать полноценным керри. И теперь можно сказать, что всё встало на свои места. Керри, который более-менее силён в начале, более-менее силён в лейте, не быстро, но немедленно фармит, неплохо сплитит благодаря крутилке, неплохо в тимфайтах, неплохо в соло киллах, может игнорировать большинство угроз с помощью ульты. Ну в общем, полный универсал. Джаггера можно брать хоть на третий пик, ведь почти не существует ситуации, где он был бы бесполезен. Единственное, что может его контрить, это большое количество сейвов от ультимейта. Плинки, Астралы, Иллюзии, Самоны и прочие скилы, которые у Кондрата не слэш. Если их в команде противника ну очень много, то да, лучше придумать другого керри. В остальных ситуациях Джаггернаут это ваш смелый выбор. Часть 2. Кого боится и любит Джаггернаут? Благодаря своей универсальности, Джаггер почти не имеет полных контрпиков, как и тех героев, которых сам Джаггер полностью контрит. Но всё же два главных врага у него есть. Это контроль в БКБ, а также мобильность с сейвами против ульты. При наличии контроля в БКБ у противника вы не сможете на Джаггере свободно пушить линии и фармить, так как уйти стэпаута и крутилки не получится. Это важная составляющая геймплея Джаггернаута, и всякие селёдки, войды, бейны, аксы действительно очень неприятны. Против них чувствовать себя свободно на карте не получится. Что касается сейвами против ульты, тут вопрос более спорный. Герои, которые так или иначе могут пережить Омнислэш, миллион. Но их контрать всякие айтемы, вроде Нулифайра или Абисела. Из наиболее противных выделю Морфа, Антимага, Пугну, ОД, Пака, Войда, Фантомку, Нуиурсу. Раньше был Террорблейд, который полностью контрил Джаггера. Но после того, как Сандер перестал работать в БКБ, а Джаггернауты начали покупать Молнии, Террорблейд уже не так страшен. Помимо этих двух угроз, я выделю ещё один сценарий, в котором Джаггер плох. А именно игры с камбэком. Если вы понимаете, что у противника агрессивный пик, например, всякими фурионами, ликанами или, не дай бог, брудой, а помимо этого ещё и офлайн сильный, лучше Джаггера не брать. В полной мере Джаггернаут раскрывается в играх, где он доминирует, а не наоборот. Ультимейт без каких-нибудь апнутых молний против пуша с амонами не работает. Крутилкой уже на 15-й минуте никого не удивишь. И выходит, что драться не очень получается. Так что лучше брать Джаггернаута под пик, в котором вас не будут давить за 20 минут. Это важно. Во всех других случаях Джаггер всё ещё универсален. Это было то, чего Джаггер боится. Теперь о том, против кого Джаггернаут сам особенно хорош. В первую очередь против всяких героев с противными магическими спылами. Речь о Фениксе, Венике, ЦМке, Брюмастере, Кунке, Тринти, Эндерлорде, Вайпере и прочих таких героях. Они мешают бить почти всем керри в доте. А Джаггер их спылы легко игнорирует, благодаря БКБ встроенному и Омнислэшу. Также неплохо себя Джаггер показывает против всяких коров без эскейпа. Они вынуждены впитывать в себя его ульту. Например, Сикер, Найкс, ВК, тот же Вайпер, даже Хаус Найт с спектрой довольно боятся Омнислэша и встроенного БКБ. Отмечу также хороший пик Джаггера против Некра, Зевса, Веника и Тинкера. Эти четверо дают кучу растянутого урона в драке с большой рейнджи. Хилинг вар, все это дело контрит. Ну, надеюсь, с этим разобрались. Помните, что Джаггер универсален. Даже против самых диких контрпиков у него есть все шансы выиграть. С другой стороны, и нет героев, в которых сам Джаггер прям полностью контрит. Это его уникальная особенность, как керри. И да, стоит сказать, что помимо подходящих противников, Джаггер очень любит СМку, Магнуса, Огра и Инвокера с Лакрити в своей команде. Они дают очень важные бафы для него. Часть третья. Примерный геймплей Джаггернаута. Начнем с лайнинга. Изи лайн нынче вообще не изи, и все керри страдают. Даже Джаггернаут не стал исключением. Несмотря на наличие крутилки, агрессировать не стоит. Скилл имеет очень большой кулдаун по началу и дикий монокост. Без него сам Джаггернаут уязвим, так что просто так сливать Блэйдфьюри нельзя. В идеале вам нужен третий уровень и саппорт с контролем на линии, например ЦМка или Раста. Тогда можно делать убийство. Самый классный вариант это когда вы стоите в соло на экспе, саппорт кулит крипов, и вы быстро получаете пятый левел с крутилкой в три. Тогда выигрыш линия обеспечен. Но конечно же так бывает редко. В основном вы будете терпеть, и это нормально. Очень важным фактором для камбэка будут стаки. Вы сами должны их себе делать уже с пятой минуты. Джаггер может фармить стаки, а другие керри нет, и это необходимо использовать. Если же доступа к стакам нет, и вообще вас убивают на линии, стоит уйти в лес. Как показывает практика, не умирать намного важнее, чем стоять на линии. Так что если понимаете, что на линии вам мало что светит, просите поставить вард на подходы в лес, и смело идите туда фармить хоть с третьего уровня. По кд крутилкой забирайте большой спаун или даже энчинт сатиров. Когда игра устаканится, ваша задача драться по кд умню слэша, а в остальное время просто фармить. Помните, что ваш герой уникален и может всегда сделать тэп-аут с крутилки. Пользуйтесь этим, если у противника нет контроля в БКБ. Смело фармите любую линию и постоянно пушьте вышку. К вам сделали тэп, нажали крутилку и улетели на другой лайн сплитить. Это очень важно. Вообще тэп-аутом вы должны пользоваться постоянно, даже в драке. Дали ульту, поняли, что драку вы не выиграете, нажали крутилку и тэп-аут. С талантом на 10 брони вас вряд ли пробьют. В общем, это главная фишка джаггернаута, и ей нужно пользоваться. Также помните, что прям затягивать игру джаггер не очень любит. Апнутые молнии, 18 уровень, это примерно момент пика силы нашего героя. Дальше у противников появляется куча сейвов от ульты, а более лейтовые керри начнут становиться сильнее джаггера. Так что смело забирайте Рошана под вардом и пушьте с команды вышки. Джаггернауты это делать довольно легко. Подошли к башне, побили в крутилке, отошли, ну и так постоянно. Тот же Найкс тратить рейдж так не может, это его единственный боевой скилл. А джаггер, пожалуйста, у него еще ульта есть. Что касается микро-моментов, тут нужно научиться двум вещам. Первое, правильно выбирать момент для ультимейта. Начинать бой с омнислэша не всегда правильно. Обычно вы оставляете этот скилл на последний момент. Побейте рукой и ждите, пока противник скинет свои сейвы. Потом уже, когда он будет отступать и вас кайтить, вы нажимаете ульту. Начинать драку с омнислэша можно, когда у противников очень много контроля и вам не дадут бить. Например, против Леона, Расты, ну и всякого такого. Тогда да. Второй важный пункт это контроль варда. Вард один из сильнейших скилов в доте, если им правильно пользоваться. С тех пор, как варду порезали мувспид, мансить им в драке почти невозможно. Самый простой способ использовать его до драки и поставить в какие-нибудь кусты неподалеку. Потом уже в файте подводить его ближе к себе, ну или самому бегать к варду. Способ посложнее, поставить вард в свою модельку. Но если получится, противнику будет нереально разбить вард и выглядит это имбово. В любом случае, помните, что эффект хила висит 3 секунды. И даже если вы просто так поставите вард на 2 секунды в драку, лишние 20% хп вы нерегените всем, а это уже немало. Помните, что вард переключается через таб. Контролить его не очень трудно. Также важной кнопкой будет следовать. Ей можно привязать вард к себе, если отвязали его ранее. А также этой же кнопкой можно привязаться к противнику, когда вы крутитесь. Тогда замансить от вас будет нереально. И да, еще одна микрофишка. Помните, что во время крутилки любые эффекты атаки могут прокать. Так что при наличии башера или молнии старайтесь ротликать в Блэйд Фьюри. Так урона будет больше. Часть 4. Айтем билд. С выбором предметов у джаггера все очень неоднозначно. Сейчас патч 7.21 и я могу говорить только за текущую мету. Что будет в будущем или было уже в прошлом, говорить не могу. Ну начнем с лайнинга. Щиток, манго, ветка и 6 танго. Оптимальный выбор для меня. С 2 рун вам хватит на топорик. А манго вы по-любому будете использовать рано или поздно. После покупки топорика, если вы постоянно деретесь, стоит потратить деньги на ботинок. С ним убивать противника будет намного проще, особенно если он сам без ботинка. После берете пару врейсбендов, ну или апнутые стики вместо одного из них. И фазы. Это основа и она делалась всегда. Стоит сказать, что брать ПТ вместо фазов, наверное, ошибка. Фазы нынче сами по себе сильнее ПТ. А еще и лишний урон в крит, и мувски для крутилки, и армор для тп аута в БКБ. Все это вместе выходит важнее скорости атаки. Дальнейший выбор предметов зависит от мета. Раньше делали БФ. Сейчас уже нет. Слишком жадный айтем. Самый оптимальный вариант это Мидас. Из-за 40 скорости атаки этот айтем сейчас берут почти в 7 керри, а Джаггеру подавно. Этому параметру он очень рад. Плюс это сильный буст опыта, что тоже довольно важно. Таланты и 18 уровень нужны как можно быстрее. Не брать Мидас я сейчас не вижу смысла. Он и в экономическом плане важен, и даже в боевом. В обычной игре после ботинка и пары врезбендов он выйдет минутик 12-13, это нормально. Если все плохо и вы ушли в лес с одним врезбендом, то можно сразу брать Мидас даже без ботинка. Тогда это примерно 8-9 минута. Следующим ключевым предметом будут барабаны. Они дают комплекс плюсов. Это и куча ранних статов для драки, и мувспид для фарма, и что самое главное, манериген. Без бфа Джаггеру не хватает мана на постоянные крутилки и тпшки, а с барабанами пожалуйста. Плюс активку барабанов можно издать для ультимейта. Получается подобие Момо. В общем, айтем мастхэв. Слишком много плюсов за 1500 золота. И третий ключевой айтем Молнии. Это основной айтем на урон для Джаггера, а также последующий апмьолнир с кучей скорости атаки. Как я уже говорил, с новой ультой скорость атаки, наверное, самый главный параметр для нашего героя. Если у противника есть быстрый арчит, или какой-нибудь скаймак с айленсом, или дровка, то перед молниями нужна будет манта. Без нее будете постоянно умирать. Молнии вы покупаете и аппаете в любом случае, даже после манты, если что. Не против сайленсов брать манту сейчас не вижу смысла, есть айтемы поинтереснее. В общем, после аппнутых молний по-хорошему надо закончить игру. Если не получится, то следующий айтем для меня это бабочка. С ней и мьолниром скорость атаки уже просто бешеная. Да и в целом, как я уже говорил, бабочка это лучший дпс для ловкачей. А особенно таких агрессивных, как джаггер. Все же он ее может сделать быстрее, чем противник срагирует и купит мкб. Иногда перед бабочкой можно будет купить блинк, но редко. Этот айтем нужен против всяких тинкеров, снайперов, ну или троксы. До этих героев трудно дойти, а с блинком пожалуйста. Если понимаете, что вас просто кайтят и не дают войти в замес, то блинк это ваш выбор. Если же у противника куча юлов, гастов и других сейвов, хорошим выбором после молнии будет нули фаер. Если же большой потребности нет, то можно смело брать ту самую бабочку, а потом уже абисал. На шестой слот вы можете брать что угодно. Хоть скайди, хоть рефрешер, хоть мкб, хоть кирасу. Иногда возможно нужно будет бкб. Это для тех случаев, когда ультимейта не хватает, а у противника ну куча всяких магов с контролем. Также против какой-нибудь фантомки после молнии можно будет купить мкб. Джаггер герой универсальный, как я уже говорил. И в целом этому персонажу можно покупать что угодно. Хоть лотар, хоть аганим, хоть по старинке бф, хоть сашуяшу. Но это на вас страх и риск. В этом ролике я описал лишь самый популярный нынче билд. Часть пятая. Скилл билд. Тут все более однозначно. Во всех сценариях к седьмому уровню вы имеете крутилку в 4. Для фарма леса или убийств это мастхев. На втором уровне, если вы стоите против большого количества урона, стоит брать вард. Если вы ошибетесь и возьмете криты, то в следующий раз сможете брать вард только на четвертом, а это долго, можно и умереть. Так что важно не ошибаться. К седьмому левелу вы всегда имеете вард в 1, криты в 1 и ультимейт. Иногда на фрейлинии можно играть без варда и брать криты в 2, но это редкость. Вард в 1 хилит слишком мало, так что советую на восьмом уровне брать его в 2, а потом забить. Максите криты, ультимейт, таланты и только потом уже вард докачиваете. Что касается талантов, тут тоже все просто. В билдах с бфом мувспид на левел 10 был важнее. Сейчас же с барабанами и медасом можно смело брать 5 статов. Уже на 15 минуте у вас будет много хп и маны, а мувспид из барабанов и есть. 15 и 20 левелы очевидны. Скорость атаки и броня. Всегда. Атак спид слишком важен для ультимейта, а броня слишком важна для тп аута. Что касается 25, то тут вопрос ситуации. Если вы редко используете ульту на максимум, ее доджат астралами, юлами и прочим, то стоит брать хп. Если вас могут убить за врыв и вы не успеете нажать ультимейт, стоит также брать хп. Если же этих двух проблем нет, то можете брать смело плюс секунду в омни слэш, ошибка это не будет. Ну что ж, на этом мой краткий обзор джиггернаута подходит к концу. Надеюсь вам понравилось и было полезно. Пишите в комментариях свое мнение и конечно же оставляйте лайки с дизлайками, для меня это важно. Чтобы не пропускать новые выпуски, можете еще и на канал подписаться, мне будет очень приятно и я буду признателен. А на сегодня я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр и удачи. Большое спасибо за просмотр и удачи.